Здравствуйте! С вами Несерович Екатерина и это новости in Poland. Тема сегодняшнего нашего выпуска. В Польше трое украинцев спасли жизнь ребенку. Что ждет работодателей и украинских работников в Польше в 2021 году? Снова карантин. С 28 декабря лица, въезжающие в Польшу, будут проходить обсервацию. Общенациональному карантину быть. В Польше объявили жесткий локдаун. Увлекательное лазерное шоу в Ботаническом саду Врославского университета. А теперь подробнее. Со следующего понедельника в Польше вводят новые жесткие ограничения. Привительство Польши продолжило общенациональный карантин до 17 января 2021 года, во время которого будут дополнительные ограничения. Какие же изменения ждут нас после Рождества? Во-первых, это повторные ограничения функционирования торговых центров. Остаются открытыми только продуктовые магазины, книжные магазины, газетные киоски и аптеки, а также отдельные крупноформатные мебельные магазины. Во-вторых, ограничения функционирования гостиниц. Они будут доступны только для служебных деятелей, медиков, пациентов, специализированных больниц. Исключение составляют гостиницы для рабочих. В-третьих, закрытие горнолыжных трасс. В-четвертых, спортивная инфраструктура будет доступна только для профессиональных спортсменов. И в-пятых, 10-дневный карантин для людей, которые приезжают в Польшу организованным транспортом. Также в новогоднюю ночь людям нельзя будет выходить на улицу с 7 вечера до 6 утра. Ограничения будут действовать так, как весной этого года, когда выходить на улицу разрешалось только в крайней необходимости. Например, визит в аптеку или выполнение служебных обязанностей. За нарушение установленных ограничений будут предусмотрены штрафные санкции. С 28 декабря при пересечении польской границы лица, въезжающие в страну, будут обязаны проходить 10-дневный карантин. Однако есть исключения. В страну ждет общий национальный карантин. Он будет обязательным для людей, которые прибудут в Польшу организованным транспортом в период с 28 декабря по 17 января. Об этом во время пресс-конференции заявил министр здравоохранения Польши. По словам правительства, целью новых ограничений является уменьшение мобильности поляков. С 28 декабря люди, которые пересекают границу Польши, а также внешнюю границу Европейского Союза, будут направлены на 10-дневный карантин. Стоит отметить, что закон касается не только сухопутных границ, но и морских границ государств, а также их аэропортов, речных, морских и озерных портов при условии, что они не являются внутренними границами. Это означает, что люди, которые приезжают в Польшу, например, из Турции, Китая или США, также будут на самоизоляции. Обязательный карантин будет применяться к лицам, которые прибудут в Польшу организованным, то есть коллективным транспортом. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения уточнил, что карантина могут избежать люди, которые будут приезжать в Польшу индивидуальным транспортом, то есть здесь имеется в виду автомобилем или автобусом до 9 человек. Трое сотрудников строительной компании в местности «Нова Весть» спасли жизнь ребенку. Мужчины отреагировали на крик матери, зовущей на помощь. Ее ребенок задыхался, заявил Роберт Дронь, заместитель мэра Бронки. 3 декабря молодые люди находились на стройке. В какой-то момент из дома рядом со строительной площадкой выбежала мать с ребенком на руках. Малыш уже посинел. Мужчины не растерялись и немедленно начали спасательную операцию и восстановили дыхание ребенка. Руслан Голуб, Иван Ковальский и Иван Кузьмич стали настоящими ангелами-хранителями для ребенка. Руслан Голуб, Иван Кузьмич, дитина не дихает, не двигается. Мы начали стукать. Я понимаю, что реакции пока ноль. Я кому-то решил на левое колено встать, а дитину положить на правое колено, прижать животом. Мое колено. И попробовать еще выстукать по спине легенько. Я буквально 20 раз застукнув, и дитина зарихнула. Медики сказали, что понеделок дитине робили щеплення, и это была реакция на щеплення. Дитину, как забрали в лекарство, робили переверку там, все, дитину переверяли и робили рентген. То правда сказали, что весь светлый, что там у него есть деталька какая-то. За такой достойный поступок Роберт Дронь лично встретился с ними, поблагодарил и вручил им символические награды. Что же ждет работодателей и украинских работников Польши в 2021 году? 2020 год идет к концу. Для большинства людей и фирм этот год принес много неожиданных изменений, трудных решений, кризисных ситуаций, которые оставили свой след на экономике многих стран, в том числе и Польши. Кризис рынка труда, снижение процента экономической миграции, ускоренная антиматизация и впоследствии удаленная работа – вот одни из самых главных последствий эпидемии коронавируса. С этими последствиями, однако, обществу придется столкнуться и в 2021 году. По данным Евростата, по количеству выданных разрешений на жительство в Евросоюзе лидирует Польша. В 2019 году страна приняла наибольшее количество иностранцев – 724 тысячи человек, подавляющее большинство из Украины. В 2021 году сохранить свою позицию будет не так просто. Начало пандемии замедлил экономическую миграцию. Данные пограничной службы показывают, что за первую волну коронавируса Польшу покинуло около 250 тысяч украинцев. Власти Польши, однако, активировали антикризисный щит, позволяющий автоматически продлевать визы для иностранных работников на время эпидемии и через две недели после ее окончания. Как результат, в стране сейчас находится около 500 тысяч граждан Украины. Однако сальдо миграции все еще является отрицательным, а это значит, что количество людей, уезжающих из Польши, все же больше, чем приезжающих. Эта тенденция сохранится и в начале следующего года, а то, сколько она продлится, будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и в мире. Однако стоит отметить, что приступлении в силу закона обеспечения медицинского персонала во время эпидемии для врачей и медсестер из Украины могут открыться множество возможностей. На данный момент в Польшу приезжают преимущественно работники пищевой, промышленной и строительной отраслей, хотя их компетенции часто были гораздо выше. Это может измениться, так как спрос на квалифицированных работников из Украины возрастает. Польские работодатели все больше оценят таких рабочих. Дистанционная работа теперь официальная форма работы. 2020 год на рынке труда ознаменовался динамическими, часто вынуждающими действиями и изменениями. Одним из них был переход некоторых компаний на дистанционную работу практически за одну ночь. Однако предприниматели и служащие быстро начали замечать недостатки постоянного домашнего офиса. Главной задачей 2021 года будет регулирование дистанционной работы и решение спорных вопросов, связанных в частности с расходами работодателей, командировками на удаленную работу или решениями несчастных случаев, которые произошли во время, пока работник работал из дома. Рабочие не смогут теперь часто менять работу. В последнее время именно работники, особенно наиболее специализированные, могли диктовать условия на рынке труда. Работодатели бороли за лучших людей. Средняя заработная плата росла, а работники были готовы переходить на более оплачиваемую работу. Несомненно, крах определенных рыночных процессов вследствие пандемии, а также снижение чувства безопасности замедлит так называемый рынок работников. Уже сейчас меньше людей решает сменить работу. Процент безработицы в Польше на сегодняшний день остается без изменений, а заработная плата, хоть и медленно, но все равно продолжает расти. В 2021 году работодателям придется столкнуться со многими юридическими и формальными проблемами. Одной из них будет увеличение размера минимальной заработной платы. Согласно объявлениям, в следующем году минимальная заработная плата вырастет на 200 злотых брутто и составит 2800 злотых брутто. Эта хорошая новость для работников вызывает меньше энтузиазма у работодателей. Основным вопросом является увеличение постоянных затрат, которые включает содержание работников. Многие предприниматели будут совершать различные действия, просматривая договоры с клиентами или применяя положение об индексации. Это будет сложнее, чем обычно, поскольку увеличение минимальной заработной платы не будет равнозначно улучшено финансовому состоянию польских компаний. Для любителей вечерних прогулок и природы, всех детей, подростков, их родителей, бабушек и дедушек, Ботанический сад Рославского университета приглашают на увлекательную иллюминацию и необычное лазерное шоу. 19 и 20 декабря и с 26 декабря по 17 января, кроме 31 декабря, часть сада будет освещена, а на фасадах зданий будет проводиться лазерное представление и световое шоу, организованное студентами и работниками Рославского университета. Световые представления будут проходить с 5 вечера до 9 вечера. Посетители ждут рождественские сказки, арена искусств Рослава, где уличные музыканты будут петь не только популярные рождественские песни, но и калятки. Также на представлении можно будет встретить фокусника, пожирателя огня и увидеть другие интересные показы. А завершится прогулка пространственным лазерным шоу и проекция на окружающих зданиях. Стоимость билетов для детей до 3 лет бесплатна, для детей и подростков до 18 лет 10 злотых, для взрослых 25 злотых, для людей с ограниченными возможностями 15 злотых, а для обладателей карты большой семьи 5 злотых на человека. Это были все новости недели. Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий. И не забудьте подписаться! А также редакция портала InPoland поздравляет всех наших зрителей с католическим Рождеством! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok